Костя, право выбора участника предоставляется тебе. Приняли решение брать агентство по Фэмилі. Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте. У нас агентство по подбору домашнего персонала. Почему саме вы, а не хтось иначе? Нам не хватает ума в этой сфере. Если бы у вас сейчас пошел поток клиентов, то эта проблема бы исчезла сама по себе. Все по встречам, не важно, кто это будет, заказчик либо персонал, все приходит именно в этой комнате. Настрой работы с тем, какой у тебя интерьер напрямую связан? Напрямую связан, конечно. Это будет интересно. На чем вы хотите поработать? Кожен день вы маете там девятую ранку в штаты и выкнутый пост. Они есть, но их никто не выкладывал. Сайт что-то вам дал, вы его каким-то образом продвигали, сделали гугл рекламу и она не пошла в нас. Пришло много заказов, потом пришло мало заказов, потом нету ничего. Вы такие свободные фрилансеры, я бы все-таки сказала это так. М-м-м, да. Привет! 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 Привет, друзья! Привет, друзья! Привет, друзья! Будто бы мы видели целую вечность. Так и есть. Так и есть. Ну что, вы готовы? Готовы. Вы выслушали, какой плохой была съемка? Каким плохим был звук? А какой свет? Мы были такие красивые, а на видео вообще темные. Давайте всплакнем по этому поводу. Да, хух! И теперь будем светлые. Но, пришло время, после вот этих всех разговоров, все-таки нам что-то сделать с одним из участников. Костя, право выбора участника оглашения предоставляется тебе? Да. Мы долго думали и выбирали через наших кандидатов, все-таки мы приняли решение обрати агентство «FoFamily», которое занимается подбором профессиональных кадров для родин, обслуживания домов и тому подобное. Так, здравствуйте, Лиза. Здравствуйте. 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 Мы с моей подругой открыли агентство. У нас агентство по подбору домашнего персонала. На самом деле, с точки зрения, очень перспективный напрямок, интересный, есть в них какие-то, скажем, нюансы, над которыми стоит работать, и с большей их эффективностью, мне кажется, нужно очень ярко. Когда начала анализировать всех участников, поняла, что вообще агентство по подбору персонала мы можем сделать пользу не только девчонкам, но и пользу людям, которые нас смотрят, потому что вопрос, на самом деле, очень актуальный. Потому что, если задуматься глобально об этом, то мы подбираем людей с вами как клиенты, которых пускаем к себе в дом. И те, кто занимается бизнесом, для нас особенно актуальны. И вопрос нянь, я это говорю как человек, у которого няня работает восьмой год уже, и, безусловно, домработница, да, или там человек, который готовит еду, который помогает с родителями, то есть это, по сути, член семьи. И очень важно, конечно, в свой дом пустить кого-то нормального в том числе. И если у девочек, а я намереваюсь, чтобы мы протестили этот вопрос, получается подбирать таких людей, то наша с вами прям обязанность, я бы сказала, помочь им сделать так, чтобы о них узнало как можно больше людей. Правильно. На чем ты планируешь работать? Мне интересно посмотреть, какой у девочек офис, какой формат. Если приглашают туда клиента будущего, да, заказчика, то должно быть место для переговоров, место для беседы, должно быть комфортное помещение, либо часть помещения. Если в офисе только работают сотрудники, то тогда интерьер должен сопутствовать рабочему процессу, помогать настроиться на рабочий лад, потому что мы помним, что у девочек нет структуры, возможно, мы благодаря интерьеру, изменениям в интерьере сможем помочь наладить и работу в том числе. То есть ты считаешь, что изменения в интерьере, точнее, ты не считаешь, а ты утверждаешь, что… Я уверена. Вот настрой работы с тем, какой у тебя интерьер напрямую связан? Напрямую связан, конечно. Это будет интересно. Над чем вы хотите поработать с Алиной Костей? Ну, в Инстаграме, понятное дело, наша такая зона ответственности. То есть у девочек вообще не развита история связана в онлайне? У них вообще этого нет, потому что зачастую все ищут сервис, который им нужен в Инстаграме. Это просто, это очень удобно. Вот. И Инстаграм должен быть таким же, как и офис. Когда ты в офис зашел, ты сможешь это увидеть, прочувствовать, проговорить. Инстаграм должен быть максимально понятным, кто есть, для кого есть, зачем, почему. Ну, а я, в свою очередь, собираюсь навести у них порядок в организации их работы, в системности их работы, в том, чтобы они были более эффективны, чтобы они четко ставили задачи и могли этих задач достигать, а не просто плыть по течению. Есть сегодня клиент, нет завтра клиента. Потому что знаю по себе, что в рабочий день и тем более в месяц мы можем вместить как огромное количество задач, точно так же размусолить 2-3 задачи и быть при этом все время заняты. Я все время славлюсь в своем коллективе тем, что ставлю невыполнимые задачи, которые становятся выполнимыми. Поэтому хочу поработать над этим. Поэтому я предлагаю прямо сейчас отправиться, посмотреть, как живут девочки и, в общем-то, обозначить те пункты и те себе KPI, которые мы будем, в общем-то, им двигать, потому что нам нужно в нашем шоу показать некий результат, да, было, стало и что мы для этого сделали. Поэтому, друзья, заранее говорим о том, что у нас будет несколько выпусков по этому проекту. Поэтому подписывайтесь на канал, конечно, ставьте нам лайки и напишите, в конце концов, Катя, что она красивая при этом хорошем свете. Да, пошли. Так, ребят, ну а сейчас небольшая рекламная вставка. Я всегда рассказываю вам об интересных ивентах, на которые стоит действительно ходить. И один из таких ивентов пройдет в Киеве 1 декабря, который организовывают Олесь Тимофеев и Евгений Черняк, достаточно популярные, известные личности, Big Bunny Intensive, вот, читаю, от титанов украинского бизнеса. Круто же, шесть спикеров, пять часов контента и обещают собрать больше двух тысяч участников. А что это означает? Это означает, что мы с вами не только вдохновимся, получим какие-то знания наверняка, наверняка какой-то инсайт, который, может быть, окажется слишком очевидным, но мы подумаем, блин, почему мы ничего не делали, но самое главное, мы сможем увидеться, потому что на таких тусовках всегда находятся самые прогрессивные люди, потому что не так уж много мест, куда нам ходить, где нам встречаться, где видеться, где общаться и где сублимировать эту энергию, чтобы выходить, рвать, метать и, в общем-то, делать нашу страну лучше. Так что сам Бог велел. Оставляю вам ссылочку под видео, переходите, пожалуйста. Стоимость все время будет подниматься, поэтому используйте возможность не платить больше. Кстати, если покупаете билеты компаний, будут приятные скидки. Так что до встречи, мы с Сергеем обязательно будем там 1 декабря. Привет, меня зовут Лиза и я с моей подругой открыли агентство домашнего персонала. Мы работали больше трех лет в аналогичном агентстве и после того, как мы поняли, что хотим работать самостоятельно, мы открыли свое агентство под названием For Family Agency. Наше агентство существует уже около двух лет. Мы считаем себя действительно хорошими специалистами в этой области, потому что мы понимаем людей и мы слышим, какой именно персонал нужен. Самое лучшее в нашей работе – это не то, что мы просто тестируем персонал. Я считаю лучшее в нашей работе то, что персонал звонит нам и они нам верят. Самое главное – это что они нам верят и они относятся к нам как к людям, которые действительно поймут, в какую семью их можно продать, грубо говоря. Все люди, которые у нас есть в базе, они не с улицы. Все люди, которые к нам приходят – это больше всего по рекомендации. Это даже не касается заказчиков, это касается конкретно персонала и это есть нашим плюсом, потому что некачественного персонала у нас нет. Если приходят, мы с ними общаемся, мы понимаем, что это не наш человек и мы с ним просто не работаем. Нам не важно брать количество, нам очень важно вот найти одного единственного классного человека, который будет в нашей команде. Это, я считаю, самое лучшее, что у нас есть. У нас много семей, с которыми мы работаем, которые обращаются к нам не один раз. Буквально позавчера мы закрыли заявку с клиенткой, которая брала за год восьмого человека. То есть это не то, что она их меняет, а просто так получается, что мы слышим, кто ей нужен. И это была няня, 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 потом повар, потом домработница, потом водитель. И это круто на самом деле. Когда тебе звонит клиент, он говорит «Здравствуйте, я знаю, что вы подбирали моей подруге няню, я бы хотела, чтобы вы работали тоже со мной». Ну это реально очень приятно. И таких семей много. Нашу няню, например, они передают из рук в руки, но тем не менее нам перезванивают заказчики и говорят «Мы знаем, что это ваша няня, мы хотим с вами подписать договор, потому что мы хотим именно с вами, чтобы вы нас поддерживали и обслуживали». Это ценится. Слабые стороны у нас это то, что мы все пытаемся делать вдвоем, и есть вещи, которых мы не умеем делать. Мы не бизнесмены, мы просто два человека, которые умеют работать. И это есть основная наша проблема, потому что очень хочется правильно научиться расставлять приоритеты, что важно делать, куда важно вкладывать деньги, куда не важно вкладывать деньги, на чем можно сэкономить, на что можно влить больше. И очень часто мы тратим деньги вообще в никуда и ничего не зарабатываем. Либо мы зарабатываем, и просто они разлетаются, и мы не можем удержать эти деньги. Это, наверное, самая большая наша проблема, потому что классно, что у нас есть наши клиенты, и классно, что они передаются персоналу из рук в руки, но нам бы хотелось больше клиентов, чтобы они приходили по рекламе, но мы не знаем, как это выстроить. Нам не хватает ума в этой сфере, поэтому это вот есть реально наша главная проблема. И мы пришли на проект, чтобы нам помогли, чтобы нам дали толчок и чтобы нам правильно объяснили, куда вообще, куда нужно вливать финансы и где брать больше заказчиков, как обращаться с рекламой. Нам очень нужно, чтобы нам дали совет люди, которые открывали свой бизнес с нуля и так же, как мы. Значит, здесь у нас наша переговорка. Когда приходят наши клиенты, садятся за этот стол и, в принципе, общаются здесь с нянями, домработницами и со всем персоналом, который у нас есть. В принципе, здесь больше ничего интересного, кроме нашего попугая. Что еще у нас есть? Это наш кабинет, где мы работаем с моей коллегой вдвоем. В принципе, только два стола, потому что у нас только двое, больше нечего. Ничего интересного. У нас есть еще мини-кухня и это все, чем мы богаты. Наконец-то настал тот самый час. Ты обрадовалась, что тебя выбрали? Да, я обрадовалась, но я смотрела видео в три этапа. Сначала это было по телефону, потом это было на быстрой перемотке. Почему? Ну, мне было очень стыдно, неловко. И это, может, что я сказала? О, может, это было очень смешно, конечно. Ладно, тогда не смотри дальше свои видео. Просто к этому надо привыкнуть. Итак, мы пришли для того, чтобы помочь вам в решении тех задач, которые мы поставили. Поскольку мы второй раз не видим Насти, я хочу, чтобы ты еще раз рассказала о том, кто за что отвечает, потому что вы работаете вдвоем и ваши обязанности распределены. Чем вы занимаетесь как партнеры? Сразу скажу, что за финансовые расчеты у нас ведет Настя, потому что у меня с этим совсем плохо. Что нам нужно куда заплатить по бухгалтерии, это все у нее есть, она этим всем занимается. Я по мере своих возможностей писала посты для Инстаграм, но они есть, но их никто не выкладывал. Хорошая стратегия, писала посты для Инстаграм. Ну вот там есть три, это то, что я писала. Я занимаюсь больше визуальным, то есть я разрабатывала сайт, это все я делала. По поводу клиентов, у нас нет такого, что что-то делает кто-то один, например. Просто каждый ведет своего клиента, никто не лезет там. Сколько клиентов вы ведете параллельно? Всегда по-разному, у меня может быть 5 заказчиков одновременно. Хорошо, как выглядят ваши рабочие дни, вот ваше время все-таки? Если есть заказ, то ты всегда на телефоне, неважно где. Вы каждый день в офисе? Нет, у нас бывает пробел в работе, это когда заказчик думает. Идет работа на подбор персонала, вот мы ищем, 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 мы выдаем этот персонал заказчику, они отбирают, мы проводим собеседование, и когда заказчик с персоналом уже идут на контакт, он думает, там, например, это 2-3 дня, мы ничего можем не делать, если нет заказов и еще других. Вы очень похожи, вы такие свободные фрилансеры, я бы все-таки сказала это так, которые получают не системные заказы, как вот в свадьбах это бывает, да, там и так далее, ну, как на фрилансе. Есть заказ, пришел, вы его сделали, в каком темпе там у вас это получилось сделать, и затем вы опять свободны. Пришло много заказов, потом пришло мало заказов, потом нету ничего. Вот эта история решается очень просто, почему у вас так происходит, это не потому, что вы плохие, или вы неорганизованные, у вас просто нету достаточного количества клиентов. Я уже поняла, что если бы у вас сейчас пошел поток клиентов, то эта проблема бы исчезла сама по себе, потому что сейчас организовывать вас в трех или в пяти клиентах нету смысла, типа выстраивать чек-листы, ну реально. Вы в состоянии, я уверена, вести и десять клиентов одновременно и двадцать, и как только у вас такие задачи будут появляться, вы будете сами понимать, как вам оптимизировать время, где вам что-то сделать быстрее. Мне кажется, вы в этом плане достаточно умные барышни. У вас сейчас проблема в том, что у вас недостаточное количество клиентов. Вот давайте обозначим его так. Это наш KPI. Сейчас мало клиентов. Мало клиентов, как мы уже поняли, по причине того, что вы работаете исключительно по сарафанке. Никаким образом через интернет вы клиентов не привлекаете. Смотри, мы нашли два ресурса. Это Instagram, который у вас заявлен, что он есть у вас 24 подписчика, 12 публикаций и 79 подписок. Вот, статистику провели вашего KPI. И второе, мы нашли у вас сайт. Сайт достаточно неплохой. Не буду спрашивать, как привлекает Instagram клиентов. Судя по 24 подписчикам, это много и хорошо все работает. И все наши друзья. И все ваши друзья. Но у вас хорошие друзья, я тебе хочу сказать, потому что обычно друзья не подписываются на рабочие аккаунты. Вопрос по сайту. Достаточно хороший сайт. Как делали, сколько тратили, когда сделали и что он вам дал? На самом деле все, что делаем, это делаем через знакомых. Тяжело делать. За деньги делали? Делали за деньги. Сколько заплатили? Ох, это такой вопрос, на который мне надо отлистать сейчас переписку. Ну приблизительно. До 1000 долларов больше? Конечно, конечно, да. Это долларов 200 было где-то так вот в этом пределе. Ну мы бы сейчас могли сделать рекламу этим людям. Продать их по 500 и уже заработать 300. Это просто хорошие ребята, которые умеют, которые, окей, вы начинаете, мы вам поможем. Сайт что-то вам дал? Вы его каким-то образом продвигали? Мы ничего не продвигали. То, что мы пытались вот как-то рекламировать, нам не давало выход. Как-то рекламировать это что? Давай расскажи, что вы делали в онлайне. Делали гугл рекламу и она не пошла в нас. Потому что... Кто делал? Вы сами настраивали? Нет, мы обращались тоже к человеку, который конкретно занимается этим. Где человека взяли? Тоже знакомство. Ну сколько потратили денег и сколько времени это было? В месяц вот у нас был бюджет, мы поставили 100 долларов. И в принципе он нам ничего не дал. У меня есть полный график. То есть лидов ничего не дал вам? Никто не звонил? Ничего? Нет. Обычно даже вот я помню по своему прошлому опыту в агентстве, я помню, что если мы давали рекламу, очень много персонала звонило. Даже не так заказчиков, как персонал звонил каждый день. А вы вообще рекламу видели это сами? Да. Дело в том, что существует такой опыт, просто я это знаю, когда сейчас практически каждый что-то там настраивает. И я знала таких ребят, которые даже не настраивали. Они говорили, ну за 100 долларов бюджет получить невозможно. Поэтому они просто себе оставляли 100 долларов и здравствуй фотошоп. Ну то есть, особенно когда девочки в этом не разбираются, да, совершенно не знают где там смотреть эту аналитику. И слово аналитика не очень ясна. Ну это просто из опыта, что такое бывает. Я сейчас не наговариваю ни на кого, просто говорю. То есть, по сути, вы особо сильно с интернет продвижением не разбирались, не вливались. И как бы все, что вас держит на плаву сегодня, это ваши хорошие рекомендации и отзывы. Да, потому что, ну вот я же говорю, что мы обратились тогда к ребятам по рекламе в гугле. Мы попробовали, у нас не вышло и мы закрыли это. Вот смотрите, еще один важный момент, на который я хочу сегодня обратить внимание. Мы очень часто о чем-то говорим, вот исходя из таких проб. Инстаграм не работает, что ты сделал? Я там слил 100 долларов, кто-то тысячу слил, да. Мы должны понимать, что действие действием рознь. В некоторых случаях вы действительно используете тот инструмент, который вам, например, не нужен. То есть, вы думаете, что вот все рассказывают, как мы недавно смотрели выпуск с Аленой Жупиковой, которая рассказывала о том, как она слила 20 тысяч долларов. На воронку продаж пыталась отстроить в B2B-сегменте, на корпоративный сектор, через Фейсбук там. И слила просто 20 тысяч долларов, потому что насмотрелась на опыт там Олеси Тимофеевой и так далее, кто собирает масло. Почему-то подумала, что если они могут собирать, то и я так могу. И сейчас мои таргетологи все настроят, а я могу собрать вещи в чемоданы и улететь на Сейшелы. И вернулась, поняла, что деньги потрачены на Сейшелах, деньги потрачены на маркетинг, деньги потрачены на трафик. А продаж как не было там денег. Слушай, ну ты молодец, ты все-таки взяла и уехала на Сейшелы. Опыт бывает разный. Он бывает связан с тем, что безграмотные люди, бывает связан с непопаданием в нишу. Поэтому перед тем, как к кому-то обращаться, вообще очень важно понимать, специализируются ли люди на вашем сегменте. Это важно. Есть ли у них опыт работы именно в вашем сегменте? Больше будет шансов как бы на успех какой-то. Потому что если никто так не делает, и вы думаете, что они дураки, то бывают как бы нюансы. И второй момент, бывает, что мы просто попробовав совсем чуть-чуть, не в длинную, мы считаем, что это тоже не работает. Хотя, например, та же реклама в Инстаграме, я думаю, об этом Костя может больше сказать, она начинает приносить плоды спустя какое-то время. Особенности это связано в услугах, то есть когда мы должны получить от клиента некий уровень доверия, где-то пропитаться, где-то проникнуться. То есть разные абсолютно есть вещи. Поэтому вот эти вот нюансы, да, не работает, закрыли, мне всегда хороши. Но я думаю, что сейчас самое время Косте дать фидбэк по поводу того, что мы можем стратегически предложить сделать в онлайне. Относительно, я сразу же задам вопросы, поскольку Костя больше специализируется на Инстаграме, готовы ли вы вложить некоторый бюджет и все-таки попробовать привлекать людей через сайт? Конечно, ну, конечно, готовы. Мы тогда обратимся и к нашей команде, с которой мы работали, возможно, нас сейчас будут смотреть кто-то свеженький и новенький, классный, кто может сказать, что я могу в этом сегменте показать, как настроить классную рекламу для того, чтобы получать видов. Если такие ребята есть или компании, пожалуйста, пишите нам, мы всегда открыты классным командам, мы всех так абсолютно подбираем для того, чтобы у вас была возможность о себе заявить, себя показать. Потому что я более чем уверена, что реклама в Гугле, я сама неоднократно искала персонал, искала через сайты, и что реклама в Гугле точно вам может помочь. Просто для этого нужны грамотные ребята-специалисты. То есть я бы канал сайта вообще не отметала, учитывая то, что, как сказал уже Костя, у вас сайт очень приличный, в принципе, в этом секторе, и с ним даже делать ничего не надо, кроме того, что настроить рекламу, получать лидов и уже дальше с ними поработать. Поэтому этот момент мы сделаем, и наш будет первый KPI, мы посмотрим срок, посмотрим бюджет и посмотрим количество звонков, которые мы получили, и дальше уже генерацию их клиентов или не клиентов. Здесь, чем хорошо, очень редко, когда обращаются за поиском персонала, те, кому персонал не нужен. Это первый момент, а теперь давай разбираться с Инстаграмом. Я дозволю себе додать трошечки стосовно сайта, да, тобто, справді, треба звертатися, я, как уже на разово казал, треба звертатися до специалистов. Это справді важливо, потому что можно зробити краще, можно зробити гірше, можно пробовать самому, но если нет знаний, каких-то навыков, то лучше вернуть до специалистов. Стосовно сайта, да, я бы рекомендовал все-таки не лишать этот канал коммуникации, потому что, насправді, это достаточно классный. Можливо, там потребует сайт, ну, как он зовет, он выглядит, может, потребует какая-то оптимизация, это специалисты все-таки SEO, да, там контентчики, которые, возможно, там тексти подправлять и тому подобное. Цей канал бы я 100% не отмитал и попрацювал бы над ним. Для Google AdWords, в принципе, наскільки я знаю, я не специалист SEO, 100$ это не бюджет, я просто так скажу, потому что, да, можливо, это бюджет, якийсь минимальный для соцмереж, СММ, но для SEO, насколько мне известно, это не бюджет. Но это мают глянути специалисты по ключевикам, какие там ваши позиции по вашим послугам. Окей, идем до Facebook, ой, Боже, до Instagram, sorry. Кто его создал? Я. У меня такое вопрос, ну, то есть, сама сторинка, вот я смотрю, там, да, начальник, ну, как обычно, там, коммерческие сторинки начинаются, да, там, с первой раскладки, там, coming soon, там, и тому подобное. У нас, до речи, в нашем агентстве так само и доси, заглушка стоит, coming soon, и так там нифига немае, да, тому, как бы, и симпсони. Ну, у нас, как всегда, да, сапожник без сапог, и мы працюем над тем, чтобы клиенты получили это качество. То есть, тут, в принципе, ок, начальник был закладен. Что случилось потом? Все, я потеряла энтузиазм. Так, последний пост у нас 25 тижнів тому, 19-го квітня был. Просто такая история, что в один вечер ко мне пришла муза, я написала там пять или четыре сколько-то текстов, так, и я реально их за один вечер написала, и все, и я такая, ну, все, картинку нашла, там, какие-то штуки скачала, красиво сделать, а потом оно что-то больше ко мне не приходило. Классная ответственность, насправді, это и проблема ведения коммерческих сторинок. Когда их, это не базовый бизнес, да, когда вот вы, ваш бизнес, это послуга, пошут персонала, подбор его. И не только в вашем, в будь-яком бизнесе. И люди там на початковых этапах пробуют сами, и там что-то начали, а потом же базовый бизнес начинает, типа, людей, срочно клиенти, там, замовники и тому подобное, и ты таки, да, ну, почекай, почекай. И это самое страшное. Для соцмереж то, что почекай, почекай, насправді не почекай. Есть такое понимание, да, то, что с вашей сторинкой взаимодействуют не только подписники, с ним взаимодействует алгоритм самой соцмережи. И он оценивает ваш контент. То есть то, что вы даете аудиторию вашим фолловерам. И если этот контент не интересен, соответственно, он сразу его ранжирует в самый низ, в ленте, да, то есть ваших фолловеров, там, ваших подписчиков, его не видно. Как убить и попасть в самый низ, это просто не давать контент. И снова начинаете выдавать награды информацию, то пройде не один день и не один недель для того, чтобы хотя бы ранжирование начало подниматься. Это треба враховывать и понимать. На самом деле СММ это сложный процесс, да, и это регулярность. Самое главное, что бы происходило регулярно, это работа, и ее надо делать. Это первое. Другое. На самом деле то, что вы заложили его 19-го квитня и потом до него не вернулись, это, конечно, не самый лучший вариант. Что было сделано еще по странице в Инстаграме? Были какие-то налаштувания рекламы, спроби там? Вообще ничего. Вообще ничего. Вообще абсолютно ничего. Как сказала Оля, там 12 публикаций, 24 подписчиков и 79 подписок, конечно, сильно. Но на самом деле ничего страшного нет. Инстаграм на самом деле очень классный инструмент для того, чтобы коммуникувать и пошук ваших клиентов. Почему? Потому что целевая аудитория, по-перше, вона находится там. Зазвичай, я так понимаю, не знаю, подтвердишь або спростуешь, ваших замовников в большинстве случаев это женщины. Да. Ну, в основном, да. Слідкую за вами, да. Тому, как бы, с урахованием того, что в Инстаграме, да, концепция начала изменяться, уже членовиков много. Женки находятся там. Поэтому, в принципе, коммуникувать с ним варто и развивать этот напрямок варто. Это не только контент корисный, не только фото, відео, картинки. Это и мае быть, все-таки, закликаю использовать этот таргетинг також. Налаштовать рекламу, правильно налаштовать, вернуться до специалистов, кто это может сделать, и налаштовать эту рекламу, и посмотреть, какой будет результат. Тоже наперед забежу. У специалистов выбирайте не с точки зрения экономии финансов, а с точки зрения процесов и завданий, которые вы ставите перед ними, и как специалист реагирует на них. Когда вам говорят, что я сейчас налаштовую вам рекламу за два дня, и все, у вас поперед. Я не верю в такие истории. Ну, маючи досвід, я точно не верю в эти истории. Потому что, если человек не знает вашу цельную аудиторию, а вы ее не знаете, он не знает цельного ядра, то сначала нужно провести аналитику, сбору информации. Это также витрата денег, это тоже бюджет на рекламу, но это сначала выбирать информацию, выбирать вашу цельную. Я бы рекомендовал использовать для вашей страницы в Инстаграме таргетинг, ну, т.е. налаштование рекламы, различными шляхами, это или через пости, или через сторис, с информацией, вместо. Ну, соответственно, все это нужно обличать, то есть подготавливать пости, подготавливать сторис и оживить страницу. Первым заданием для вас будет оживить сторинку. Оживить сторинку – это минимум один пост в день, хотя для вашей реанимации одного поста может быть за мало, возможно, и по два поста в день нужно делать. И, как минимум, от 5-7 сторис в день. Потом уже думать и налаштовать рекламу, под какие пости и т.д. Вам нужно создать конкретную стратегию, какую информацию вы будете давать вашей цельной аудитории, вашему клиенту, вашему замовнику. Так, но вы в этом поможете. Есть совкос. Второе. Вам нужно формировать чуткий контент-план, которому вы будете следовать. Все это как раз объединять в единую живую концепцию и начать ее использовать. И уже потом мы говорим про таргетинг, налаштование и т.п. Я думаю, по поводу визуала и подачи контента, безусловно и копиратин. Тут лучше Алина расскаже. У нас есть одна идея, стосовно того, как незвичным шляхом подавать вашу информацию. Я не видел, чтобы его на просторах Инстаграма кто-то использовал. Не знаю, может, нас потім затюхают за такой эксперимент. Но мне кажется, что он имеет право жить, потому что если его нет, значит, стоит его использовать. Я думаю, Алина, ты расскажешь саму суть, почему мы приняли решение подавать тексты именно такого направления. Есть? Конечно. Я уверен в том, что у нас все выйдет. По визуальной части, как уже Костя сказал, начало положено все красиво, классно, но результата абсолютно ноль. Заходишь, если на страничку, я зашла, то мне вообще не понятно. Ничего. Страница в Инстаграме должна быть максимально простой и доступна с первого предложения. Если ты зашел в агентство по подбору персонала на страницу, нужна либо няня, либо домработница нужна. Заходишь, смотришь. Картинки из Пинтереста, из Гугла – это все нет. Людям нужны живые люди. Им нужно видеть, с кем они будут работать. Желательно – это фото ваших сотрудников. Возможно, фото сотрудников, которые уже работают в семьях, и они успешно работают. Эти истории очень круто будут заходить. По текстам все классно, но надо более четче прописывать, о чем вы пишете. Потому что я уже к концу самого поста начинаю понимать, о какой услуге идет речь. Максимально понятно. Смотри, когда ты пишешь, ты сама понимаешь, о чем ты пишешь. Но я человек извне, мне нужно, как я уже говорила, с первого предложения понимать о ком и о чем это все. По поводу подачи информации. Закралась к нам такая идея, которая пришла еще из далеких 90-х, когда только появились мобильные телефоны на рынке, в которых не было русского текста. Помнишь, как печатали русские слова английскими буквами? Угу. Это абсолютно нестандартно. Ну, я сейчас такого не встречала. И это будет очень запоминающийся. Все это понимают. Я думаю, что из тех людей, которые сейчас ищут персонал, они с первых букв все будут вспоминать, все будут читать. И вы будете у них откладываться в памяти. Ну, можно попробовать, почему нет? Ну, можно, можно. Да, старая. Да, да, да. Такое запаленное, которое можно, в принципе, пыль сдуть с этого всего. Там, где буква Ч, это цифра 4, да? Да, 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 да. Да, это прикольно. Для начала делать нужно контент-план хотя бы на первую неделю, чтобы вы понимали, что вам нужно постить, какую информацию нужно подготовить и как это все изложить. И потом уже в конце картинка и тексты. Да, я уже вижу просто, как я пишу эти тексты и перевожу сразу на этот язык. Ну, да, конечно, мы готовы пробовать, почему нет. У вас есть портфолио сотрудников ваших? Есть, да, но они такие себе. Ну, то есть есть фотографии, которые мы уже сделали в этом офисе, а есть фотографии, которые нам просто присылают, там, например, на Viber там сбросила свою какую-то хорошую фотографию. А возможно сделать фотосет с сотрудниками, с которыми вы уже работаете? Да, я думаю, что это можно устроить. И изначально придумать еще идею, что это будут за фотографии, что они в себе будут нести. Ну, да. Потому что каждая фотография тоже должна быть со своим смыслом. Конечно, я этому все помогу. И идею придумать, и визуально, и смысл какой вложить, и по текстам все обязательно. Я 24 на 7 на связи, чат в Телеграме. Отлично. Это подходит. Окей. Итак, давай, с чего мы начинаем. Перше, вы маете выбрать співробитников для фотосета. В, соответственно, выходя из этого, вы маете найти фотографа, который это сделает, и локации, в которых будет сниматься фото. То есть, сразу скажу, это не офис, это не домашнее условие ваших співробитников, это фотосеты. Мы подскажем, какая концепция, мы с вами разом ее разработаем и покажем. Я думаю, сейчас мы ее раскрывать не будем, а уже потом, чтобы люди видели результаты. Другое. Для того, чтобы правильно понимать, який контент давать, вы маете понимать, какой мовой говорить ваш клиент. То есть, мы створим страницу для клиента, а не для ваших співробитников. В, соответственно, нужно спросить ваших клиентов, почему они выбирают вас, какие у вас переваги, чому саме вы, а не хтось иначе. Нема заключенных действий. Да, да. То есть, не понимают и куда, и для чего. Это тоже нужно, как бы, это питание, нюансы закрывать. Другое. Вы маете чётко понимать, який контент вы будете давать в Stories. Это мае быть полезный контент, который интересен вашей аудитории. Что может быть интересным? Ну, на мое особенное приклонение. То есть, живое. Мы там подбираем, не обязательно, инкогнито, не сказать, что, какому клиенту подбираем и тому подобное. Как мы подбираем? Я думаю, что нужно поработать со страхами. Я как мама, которая выбирала нянь и вообще, мне кажется, вот эта аудитория женщин в Инстаграме, мамочек. Это самое оно, для которых тема нянь актуальна. И как раз давать Stories на тему страхов. Да. Как такую тёть упустить? Как то? Как это? Ну, то есть, очень много страхов. Вот эти страхи, как раз, это классно, когда ты смотришь Stories и там есть вот эти заговулины. Сто відсотково. Еще одно питание. Как вы, ну, так, власники, как вы относитесь до зйомок. Как бы все классно, можно там фоточки свои вкладать, а когда ты заходишь в прямый эфир, або это, ну, у людей бувае просто перекосабочее и ничего выдавить себя не может. Ну, я так скажу, у меня у Насти вообще нет Инстаграма. Вообще нет его, в принципе. Да, есть такие люди. А у меня, ну, как бы, ну, будем стараться, будем работать, потому что, ну, реально есть, конечно, перекашивает. Есть, перекашивает. Дивись, наступное задание. З наступных 5 дней в Телеграм мы створим группу, и ты маешь записывать три відео на день, ранок, обед и вечер с коммуникацией. Не важно, что ты будешь говорить, говорите про ваш бизнес, чому вы и будь-який информационный контент, который касается вашей работы, не особистого життя. Зараз мы говорим про то, что особистое життя круто, но мы хотим показать ваш бизнес, а не вас. Тому 5 дней наступных, 3 на день, короткое відео. В каждом відео має бути какая-то думка на 15 секунд. Это, насправді, не так просто, как дается, потому что, обычно люди привыкшись говорить довгою. Я, например, такой человек. Я, например, такой человек, потому что я начинаю раскладывать, у меня одна думка за иначе, и тому подобное. А вот нужно научиться говорить коротко, зрозумево и четко. Я думаю, пока что для Инстаграма мы выполним всю стратегию, мы дальше будем уже в оффлайн обговорювати, далеко комуникувати, допомогати. И уже наступного разу мы будем давать на гора уже какой-то инсайд, какую-то информацию. А зараз будем працювати над цим, напрацьовувати загальні тенденції стосовно соцмереж. Я поняла. Лиза, рассказывай, что за комнаты, какие составляющие функциональны у каждой из них? Значит, это переговорная комната. Здесь в основном общаются клиенты с персоналом. В принципе, мы с Настей здесь не так часто находимся, потому что мы сидим в другой комнате. Либо, если мы принимаем персонал, заполняют они анкеты, то есть фотографируем. Это все происходит здесь. То есть здесь именно встреча. Все по встречам. Неважно, кто это будет, заказчик либо персонал, все проходит именно в этой комнате. Хорошо. И следующее. У вас есть еще одна? Да. Это уже наша, наша рабочая комната, где мы сидим. И в принципе, ну тут только два стола нам нужно, чтобы сидела я и Настя. Как бы мы здесь работаем. У вас тут двое так и будет? Она будет выходить, либо она будет оставаться и слушать, потому что мы сейчас поняли, что важно, чтобы мы слушали тоже, о чем говорят клиенты. Хорошо. Я смотрела уже до фото вашего офиса. Есть у меня мысли, идеи. Пошли, присядем на диван и я расскажу. Что мне не нравится в вашем интерьере? То, что сейчас он похож на съемную квартиру. Для того, чтобы избавиться от этого ощущения, необходимо первое, что избавиться от штор, заменить на ролеты, либо на жалюзи. Жалюзи деревянные. Сейчас это модно, сейчас это интересно. Либо однотонные ролеты. Обсудим, когда подберем всю оставшуюся мебель, и выберем светостенту, обсудим, что будет лучше смотреться. Избавиться необходимо от торшера, который тоже не несет никакой функции, и подсветка здесь такая не нужна. В офисах используется зачастую направленный свет, то есть необходим торшер с направленным светом, либо на стол, чтобы выделить эту зону, либо на диван, чтобы комфортно можно было общаться на диване при непогоде, или там вечере. Стены здесь перекрашивать в серые оттенки, серо-зеленые, что в принципе психологи рекомендуют для кабинетов активных, где умственная деятельность – это желтый, зеленый, синий. для более спокойных, спокойные тона, серый, сюда он отлично подойдет. Вашу стрессотерапию художества отсюда надо убрать, потому как здесь более серьезные разговоры, переговоры, либо перенести ваш кабинет, либо подумать, действительно ли оно вам надо. Думаю, что не особо. Да, я думаю, что мы как-то переживем без нее. Да. Смотри, относительно декора на стены, я предлагаю повесить вам постеры. Ваша ценность, насколько я понимаю, сначала ваш сайт – это создание комфорта семьи. можно показать семью, показать там интересные надписи, и здесь могут быть также мотивационные надписи, чтобы вас подстегивать, подстегивать к работе. Вот, это будет отличным вариантом. Добавляем столик, да, ты говоришь, если мы меняем на круглый стол, тут будет место, подумаем стулья какие заменить, добавить растения для комфорта, уюта к этим одиноким бамбуковым листьям. Кабинет ваш, перекрашиваем пол, вы меняете, да, то, что это уже было запланировано. Я предлагаю добавить мудборды, либо доски для описания маркером. У нас есть одна такая. Вы пользуетесь? Ну, очень важно для структурирования работы – это календари, да, это какие-то записные штуки, и они должны быть красивыми. Когда это все красиво, когда это все удобно, вы будете этим пользоваться. И тогда это поможет вам структурировать вашу работу, да. Здесь же, либо это может быть на каждый рабочий стол, в зависимости от того, ты мне расскажешь, нужно ли конкретно каждому из вас отдельные свои календари, мудборды, либо это можно сделать общий на стене в вашем кабинете. Это может быть общий, да. Полки заменять на стеллажи – это более функционально, это более офисный вариант, стильный вариант. Все, что не нужно, на полках спрятать в закрытые секции, и оставить только боксы, оставить для папок, да, хранение. Точно так же торшер там убираем и доставляем настольные лампы, меняем там шторы. Да, да, я поняла. Вся та же история, которая в этом кабинете, потому что шторы – это совсем не офисный вариант. Ну, это понятно, да. Вы это понимаете, да, поэтому мы будем все менять. Мы с тобой посоветуемся, я скину все свои наработки, где что можно купить, посмотреть, и вместе будем работать над созданием вам пространства, которое будет способствовать работе. Отлично. И способствовать переговорам. Ну что, друзья, начало у нас положено. И теперь только остается наблюдать за тем, как же будет развиваться этот кейс. Смогут ли Лиза и Настя взять и, в общем-то, использовать все эти рекомендации, которые мы будем давать. Как сможет сработать наша команда, вдохновить. Я напоминаю о том, что наша задача – давать рекомендации подключаться в стратегических вещах, но, собственно, основные все задачи должны выполнять сами участники, потому что это их бизнес, и им потом с этим жить, им потом придется работать, продолжать все это делать, потому что бизнес – это такая штука, которую никто за тебя сделать не может. Поэтому наша задача – вдохновить, направить и, конечно же, дать конструктивные замечания, поскольку у каждого из команды есть опыт. Если у вас есть какие-то свои идеи, обязательно о них пишите. Если вы знаете, что вы можете каким-то образом проявиться, будь это интерьер, который Катя хочет изменить в офисе, будь это нечто, связанное с СММ, может быть, вы классный фотограф, например, и вы бы хотели поучаствовать в этом. Возможно, как я уже говорила, вы специалист в SEO или в каком-то другом направлении, вы знаете, что ваш опыт может быть полезен. Welcome, приходите, пожалуйста, обращайтесь, пишите к нам. Обращаю ваше внимание на то, что, конечно же, прекрасной рекламой является участие в нашем шоу, и мне кажется, что на самом деле Настя и Лиза действительно очень классные девчонки в том, что они делают. Поэтому обратите на них внимание, возможно, потестите их, придите к ним, пообщайтесь на тему персонала, может быть, вы дадите нам потом фидбэк и расскажете о том, насколько вам было с ними классно работать или не классно работать. Пока мы занимаемся их проектом, есть некая протекция с нашей стороны, если вам что-то не понравится, то мы поможем вам также все это уладить. Но, честно говоря, я бы доверила им поиск персонала, и, кстати, сейчас думаю над тем, каким образом мы будем тестить их и в этом направлении. Так что подписывайтесь на наш канал, обязательно напишите комментарии, как вам девушки, как вам этот проект, какие бы рекомендации вы могли бы им дать со своей стороны, и, возможно, что вам понравилось сегодня от наших экспертов. Потому что Костя и Алина – классные ребята, которых я с удовольствием взяла в команду по СММу, потому что они действительно разбираются в том, что делают, и дают очень конструктивные замечания. Учитесь вместе с нашими участниками, внедряйте те рекомендации, которые они дают. Обязательно смотрите наше шоу с ручкой, потому что мы единственное, правдивое, настоящее реалити-шоу о бизнесе. Нет ничего постановочного, мы ничего не придумываем, все как в жизни, и как в жизни мы, в общем-то, имеем один результат – голосование наших клиентов кошельком. Если клиенты нам платят деньги, значит, мы хороши. Если клиенты нам не платят деньги, что же, значит, все грустно. Ну и напоминаю о том, что если вы хотите стать участником нашего реалити-шоу, у вас есть бизнес-кейсы классные, какие-то задачи, которые вы хотите решить, вы можете заполнять анкету, которая находится у нас внизу под этим видео. Я прям как настоящая ведущая, мать ваша, всегда, когда так говорю, чувствую себя прям ведущей первого какого-то канала. Стулья шатаются, столы шатаются, fucking shit. Я хреновая ведущая, но я классная Оля Ермилова, люблю вас, целую, пупсики. Заходите ко мне в инстаграмчик, потому что там я, кстати, с вами общаюсь регулярно, но решила протестить и прорекламировать свой инстаграм. Ну, сказал Костя, так надо, значит, так надо. Все, всем пока, до встречи в следующем выпуске.